Глава 31. Горы тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, а на святого Израилева не вдирают, и к Господу не прибегают. Глава 31. Что глупее этого? Глава 31. И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух, и прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Глава 31. Наказание всеобщее, и обвинение велико. Глава 31. Так как многие теперь прибегают к египтянам, оставляя небесную надежду, надеются на тщетные средства, то есть на славу и богатство, тоже премудр. То есть премудр не по причине неприятного настроения духа, потому что он действует с такой мудростью, для того, чтобы они понимали, что нуждается в его помощи. А это дело не только мудрости, но и милосердия. И слой его не отринется, чтобы они к нему прибегали и не вопрошали понапрасну суетных. Они надеялись на коней египтян, которым, однако, те не оказали никакой помощи. От Господа помощь, говорит, хотя и конь приготовлен на брань. Притча 21.31. Хотя Бог мог даровать тебе победу, и без этого приготовления. Тем не менее, чтобы ты гордо не поднимал головы, Он соделал для тебя необходимым все это. Четвертый стих. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, рябущий на своей добыче, и хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит. Так Господь Саволов сойдет сразиться за гору Сион и за холм его. Видишь ли, что пророк берет пример с малого, и однако повергает их в страх, как говорится, у пророка Оси, и встреча их, как медведица. 13.8. Который, исполнившись великого гнева, нескоро возвращается к покою. Обратитесь, совещающие глубоким советом беззаконным. Образ обращения больше, нежели благодеяние и спасение. Стих 7. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. Когда они подвергнутся наказанию, тогда становятся добрыми, как будет тоже и Евгений. Тот богач, когда подвергся наказанию, тогда стал добрым, злой и жестокий, внезапно явился милосердным. Он просил послать кого-либо вразумить братьев его, чтобы они, умершие во грехах, не подверглись тому же наказанию. Когда он был в богатстве и видел ближнего в мучениях, он никогда не жалел его, а потом, находясь в муках, жалел даже и отсутствующих. Таким образом, после наказания всегда видим усовершение. Бог никого не подвергает наказанию с гневным намерением. Тогда как мы изливаем свой гнев на других, воспламеняемый гневом, Бог не так, но наказывает наши злые действия для исправления. Почему, говорят, Бог не пожарил фараонов после обращения? Мы отвечаем, когда тот показал добродетель? Разве он, преследуя народ после десяти казней, не пылал желанием подчинить его себе? Отсюда явно, что не Бог, а он сам был причиной своей гибели. Он, Бог, предает смерти подверженных неисцельной болезни, как он сделал с садомлянами и жившими во время потопа, которые, пренебрегшись спасением, погибли. Почему, скажет он, теперь не делает этого, но щадит людей, состарившихся в пороках даже до смерти? По справедливости отвечаем. Тогда он быстро мстил, а теперь щадит, чтобы утвердить надежду воскресения и не сделать кого-либо праведником по необходимости. Тогда они боялись ада, и потому он внезапно подвергал их этому наказанию. И теперь же не так, чтобы люди каялись ради страха будущей жизни. Только изредка он наказывает неожиданно. Племя сегодня из родственники Иерусалима, так называется блаженное время спасения. Некоторые принимали эти слова о небесном Иерусалиме, и я охотно с этим соглашаюсь. В этом мире иной может избегнуть наказания и казни. Но можете ли вы поэтому верить, что он избегнет наказания в другой жизни? Хотя они суть сыны и семя Божия, однако каждому должно обнаруживать свои добродетели. Хотя они называются сынами, тем не менее, если не будут обнаруживать почтенных нравов, имя сынов им не принесет никакой пользы. Подобно тому, как и отцы, суть таковы не потому, что рождают, но потому, что обучают своих сынов правилу справедливости. По Павлу кажется, чадородие не доставляет нам никакой пользы, так как он говорит, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.